Выставка работ художников Мастерской Придановых открылась в выставочном комплексе. Подробности узнаем прямо сейчас. У нас в гостях живописец Максим Приданов. Здравствуйте, Максим. Здравствуйте, Елена. В экспозиции представлено более 200 работ, да? Ну, практически. По какому принципу они отбирались? Ведь очень разные работы. Работы очень разные, но и участников очень много. Если посчитать, мне кажется, порядка 30 или 40 участников на выставке представлено. Да вы что? Конечно. Помимо нас, трех нижегородских художников, представлены дети из России, Венгрии, Германии, Австрии, ученики школы международной, ученики международной школы имени Ломоносова из Нижнего Новгорода, ученики студии при Российском центре науки и культуры Будапеште, студенты лицея города Дьор, будущие венгерские художники, думаю, очень перспективные, очень известные. Широкий диапазон всевозможных техник, все работают по-разному. Представлена графика, представлена живопись, представлены свои впечатления от Венгрии, от России. Выставка, я думаю, получилась очень интересной. Я думаю, что выставка получилась очень интересной. Она посвящена юбилею Юрия Приданова. А почему она называется «Будьте как дети»? Посвящена-то она чисто номинально, потому что Юрию Ивановичу на будущий год 80 лет, и он всю свою жизнь проработал с детьми. Так как во все свои проекты, во все свои художественные выставки я обязательно включаю в его работу. Для вас, как для живописца, как для художника, что это значит – быть как ребенок? Наверное, это искренность. Это быть искренним в творчестве, быть искренним, может быть, даже самим собой. Это не мной придумано и не мной сказано, что самые яркие, самые искренние работы – это у маленьких детей. Кстати, о детях. Впервые нижегородцы увидели работы юных художников из Будапешта и Дьора, да? Да. Побратима Нижнего Новгорода. Расскажите, пожалуйста, подробнее об этой части экспозиции. Началось все с того, что почетный консул в Венгрии, в Нижнем Новгороде, Влада Львова Нагорная стала партнером и организатором нашей художественной выставки в Будапеште и в Дьоре. Выставка работ участников мастерской прошла в Российском Центре науки и культуры в Будапеште и в художественном музее города Дьора. Явившись идейным вдохновителем, организатором и, можно сказать, автором нашей выставочной программы, Эллада Львовна оказала просто нам неоценимую помощь в поездке. И, конечно, нам было очень интересно не только показать венгерскому зрителю свои работы, но и встретиться с юными художниками и поработать с ними именно на месте, именно, скажем, с венгерскими детьми на венгерской земле. Мы обратились к двум темам – изобразить любимый уголок своей Родины и сделать работу о неизвестной России. Это было так интересно, потому что дети, многие из них никогда не были в России, но они пытались посредством наших рассказов воплотить услышанное на бумаге. Эти работы мы и представляем. И у них счастлива еще и дальнейшая судьба. Да. Помимо того, что коллекцию этих живописных, так я их назвал бы, откровений, мы представляем в Нижегородском государственном выставочном комплексе, они будут участвовать в культурном фестивале Дней Венгрии в Нижнем Новгороде, посвященному пятилетнему юбилею работы почетного консульства Венгрии в Нижнем Новгороде. Мне кажется, что эти детские работы принесут в этот фестиваль ту долю детской искренности, которая так необходима в сегодняшнем мире и в сегодняшней жизни. Спасибо огромное, Максим. Ну что ж, увидимся в выставочном комплексе. А ровно через секунду узнаем о том, где еще провести выходные. Итак, афиша культурного времени. В пятницу, 21 апреля, Нижегородский планетарий приглашает ребят и их родителей на полнокупольный спектакль «Космический мир. Снежные королевы». В субботу, 22 апреля, Нижегородский художественный музей приглашает на выставку «Искусство реставрации». На воскресенье, 23 апреля, в Театре преображения премьера сезона. Пластический спектакль «Гончар». Культурных вам выходных. Увидимся ровно через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова